МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПО РЕГИОН, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Личный состав отдела, согласно приказу, переводится на усиленный график несения службы. Безопасный Новый год. Охрану правопорядка на праздниках будут обеспечивать 400 полицейских и общественников. Раньше это была старая котельная. И, соответственно, ни о какой силовой нагрузке, ни о каком выполнении программы по физкультуре вообще не шло речи. Все условия для занятий спортом. Подходит к завершению строительства универсального комплекса в Станице-Анапской. Здравствуйте. Можно сказать, что у нас в городе, другого города Анатолия, Францово. Можно от техсостояния посмотреть на кодинок? Рейд-автобус. ГИБДД проводит проверку пассажирского транспорта. Пяти школам города-курорта присвоят имена героев Советского Союза и кавалеров Ордена Мужества. Такое решение было принято на заключительной сессии Совета муниципального образования. Основным вопросом стало утверждение бюджета на следующий год, а также кадровые изменения в составе администрации. Бюджет на следующий год, по прогнозам экономистов, составит 4 миллиарда 432 миллиона рублей. Причем более 75% расходов пойдет на социальные программы развития образования, здравоохранения, спорта, культуры и поддержку граждан. Еще одна отличительная особенность – главный финансовый документ сформирован с профицитом порядка 11 миллионов рублей. Профицит бюджета предлагается ежегодно направлять на уменьшение объема муниципального долга. Депутаты приняли решение о присвоении пяти общеобразовательным учреждениям Анапы имен героев Советского Союза. 11-я школа села Супсех будет названа в честь Степана Жолоба. Указом Верховного Совета СССР в 1940 году он был награжден Орденом Ленина за проявленную отвагу и героизм во время Финской войны. Прошел Великую Отечественную. 20 лет он жил в Супсехе, после смерти был похоронен на городском кладбище. Была проведена поисковая экспедиция, мы все знаем о подвиге этого человека. Именем данного героя учреждение не названо в муниципальном образовании. Данный вопрос был рассмотрен на профильном пролетите. Несомненно, мы это решение поддерживаем. Сейчас, на сегодняшний день, мы поддерживаем решение о присвоении звания школы Супсеха номер 11 Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба. Поддерживаем. В проект также вошли общебразователи школы номер 3, 12, 14 и 18. Их назовут именами Анастаса Шамбелиди, Александра Каширина, Сурена Аракеляна и Иосифа Мироненко. Очередной вопрос – кадровые изменения в администрации города-курорта. Главой Супсеха назначен Илья Красный. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Опыт у вас есть, вы знаете, вы местные жители. Я думаю, что это все очень. Вас очень характеризуют депутаты округа Супсехского. Они, в общем-то, за вас получаются. Я думаю, это действительно большая поддержка и помощь. На должность начальника управления молодежи назначена Галина Пивень. Ранее она исполняла обязанности руководителя. Также участники совета почтили память ушедшего из жизни депутата Геннадия Демурчева. На его место председателя Комитета по вопросам развития сельских территорий и АПК был назначен Евгений Громыко. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Охранить общественный порядок в Анапе в новогодние и рождественские праздники будут более 400 человек. Меры безопасности во время каникул обсудили в администрации города-курорта на расширенном совместном заседании антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Свыше 400 человек будет задействовано в охране порядка и обеспечении безопасности в период новогодних праздников. На дежурство заступят 200 сотрудников полиции, а также представители казачества, муниципальной народной дружины, частных охранных предприятий. Личный состав отдела, согласно приказу, переводится на усиленный график несения службы. Запланировано круглосуточное дежурство руководящего состава подразделений, работа усиленных следственных оперативных групп ГНР. Также хочу отметить, что впервые все, без исключения места проведения мероприятий, даже детские сады и образовательные учреждения, которых у нас большое множество, они все закреплены за сотрудниками полиции конкретно. За каждым заведением закреплен сотрудник полиции, который будет отвечать за охрану общественного порядка и проведение там новогодних мероприятий. Все анапские предприятия жизнеобеспечения в период новогодних каникул будут переведены на усиленный режим работы. Готова спецтехника для расчистки дорог в случае снежных заносов или гололеда. Для реагирования на возможные нештатные ситуации сформировано 11 оперативных групп из числа специалистов службы спасения и отряда Кубань-Спас, которые будут находиться в постоянной готовности. На контроле пожарная безопасность. Со всеми руководителями учреждений и ответственными должностными лицами проводятся инструктажи. Особое внимание будет уделено организации досуга детей во время каникул. До 25 декабря 2018 года в образовательных учреждениях будут проведены инструктажи с обучающимися, воспитанниками, работниками образовательных организаций по антитеррористической пожарной безопасности, по правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, по правилам безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта, на льду и на воде. Ожидается, что на новогодние праздники в Анапу приедут свыше 14 тысяч гостей. Все предприятия транспорта и связи, торговли и общественного питания, санаторно-курортного комплекса прошли проверку на предмет антитеррористической защищенности. Заместитель главы Валерий Королев потребовал активизировать работу по выявлению нелегальных такси в новогодние дни. Общественники усилят контроль за обстановкой в жилом секторе. Первый заместитель главы города Сергей Петров акцентировал внимание собравшихся, что каждый должен сознавать степень своей ответственности и принимать все меры, чтобы анапчанам и гостям курорта ничто не омрачило в праздничные дни. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Подходит к завершению строительство универсального спортивного комплекса в станице Анапской. Он будет располагаться на территории 21-й школы. Это один из нескольких масштабных проектов строительства социальных объектов, которые в этом году начались в Анапе. Какие возможности теперь откроются перед учениками школы, узнали наши корреспонденты. Почти полтысячи квадратных метров – это площадь нового универсального спорткомплекса. Современные материалы позволяют создать максимально благоприятные условия для занятий. Сэндвич-панели, из которых сделаны стены, выдержат даже 30-градусный мороз. А уникальная система обогрева и вентиляции обеспечивает оптимальный микроклимат внутри помещения. Здесь в полной мере реализована программа «Доступная среда». Заниматься в спорткомплексе смогут и люди с ограниченными физическими возможностями. Сейчас заканчивается внутренняя отделка и монтаж оборудования и сантехники. Сегодня в 21-й школе сформировано 30 классов, всего 804 ученика. По нормативам каждый ребенок должен заниматься физкультурой 3 часа в неделю. Этот параметр выдерживается. Однако качество тренировок оставляло желать лучшего. Условия не позволяли. Раньше это была старая котельная. И, соответственно, ни о какой силовой нагрузке, ни о каком выполнении программы по физкультуре вообще не шло речи. Реализация этого большого проекта. Оно, конечно, позволит нам выйти на полную реализацию такого учебного комплекса, как физическая культура с 1 по 9 класс. Игровое поле соответствует всем стандартам. Оно подходит как для баскетбола и волейбола, так и для мини-футбола. Зал позволяет заниматься и силовыми нагрузками. Помимо этого уже есть договоренность со споп-школами. В скором времени здесь откроются секции самбо, дзюдо и бокса. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. По поручению главы Анапы улицы Тургенева в субсехе отсыпали щебнем и выровняли. Напомним, с просьбой привести в порядок дорогу к Юрию Полякову обратились на личном приеме жители села. Были люди на приеме у главы. Глава им пообещал лично, что в первом квартале 2019 года сделан. Но мы активизировались, начали раньше работу. Уже отсыпали 260 метров щебнем, укатали. И будем продолжать работу. Асфальт здесь пока класть нельзя. Некоторые дома еще строятся и работающие большегрузы попросту разобьют покрытие. Пока дорога будет в таком, гравийном исполнении. Но это уже сняло главную проблему. В дождь здесь невозможно было не то, что пройти, проехать на машине. И к другим темам. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды по выявлению нарушений, связанных с городским общественным транспортом. Не всегда водители заботятся о безопасности и удобстве пассажиров. В среднем регистрируют 130 нарушений в месяц на автобусах и маршрутных такси. В основном водители не соблюдают правила перевозки и не обращают внимания на техническое состояние машин. В одном из рейдов приняла участие и наша съемочная группа. Каждый день сотрудники ГИБДД фиксируют до пяти нарушений. По каждому факту возбуждается административное производство. Виновникам грозит штраф в среднем 3000 рублей. Акция «Автобус» бессрочная. Стационарные посты размещены на въезде в Анапу со стороны Новороссийска и у санатория «Россиянка». Передвижные патрули работают на конечных остановках маршрутов по пути следования автобусов. Сотрудники ГИБДД проверят, всем ли необходимым укомплектован автобус. Хорошо ли читаются номера и надписи с указателями маршрутов. На своих местах должны быть поручни, исправны сидения и двери. В порядке техническая и разрешительная документация, а ее немало. Сегодняшний рейд мы проводим, смотрим наличие информационного обеспечения в салонах автобусов, работоспособность бегущей строки и информирование об остановках, ну и соответственно санитарное состояние автобусов. Особое внимание в преддверии новогодних праздников к соблюдению всех правил по безопасности перевозки детей. С начала года по подобным случаям было возбуждено 25 административных дел. Тенденция на уменьшение, но бдительность, говорят сотрудники ГИБДД, терять нельзя. Проверки будут продолжены и в следующем году. Никита Бойко, Константин Чиганов, Роман Веркалиев, Анапа-Регион. Сегодня на Кубани стартовала ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники полиции встретятся со школьниками, представителями молодежных клубов и детских центров и напомнят мальчишкам и девчонкам о правилах личной и общественной безопасности, ответственности за противоправные действия, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. Акция будет проходить во всех городах Кубани до 15 января. Поддержать ее смогут все желающие. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-918-495-1330. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова-254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Абонемент для женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова